Мы продолжаем изучать раздел программы «Художественные эксперименты XX века». Экспрессионизм и сюрреализм. Искусство будущего. XX век был отмечен чрезвычайным разнообразием художественных направлений в искусстве. Представители всех течений объединяло желание реформировать искусство, отказаться от прежних приемов, найти новые способы выражения и новые образы. Предлагаю вам по ходу урока продолжить таблицу прошлого занятия. События Первой мировой войны, предшествующая атмосфера тревоги и неуверенности в завтрашнем дне, послевоенная разруха оказали огромное влияние на большинство художников. Так возникло еще одно направление в искусстве – экспрессионизм. Направление, в основе которого лежит выражение творцом своего эмоционального отношения к окружающей действительности. Представители этого течения жили в разных частях Европы. Но одним из своих идейных вдохновителей считали Винсента Ван Гога, сделавшего главным героем живописи свои эмоции. Как и Ван Гог, экспрессионисты выражали свои эмоции при помощи линий и цвета. Самым известным произведением, повлиявшим на появление экспрессионизма, считается крик Эдварда Мунка. Центральный персонаж – человеческое существо, застывшее с выражением ужаса на лице. Художник не стал детально прорабатывать черты внешности и фигуру героя. Непонятен его пол и возраст, неясна причина его состояния. Однако смысл в экспрессии, ярко и понятно выраженной эмоции, ужасе, страхе, боли. Обратите внимание, на формирование этого чувства работает не только облик персонажа, но и соединение резких линий, диагонали моста, его перила, сталкивающиеся с горизонтом. Линия горизонта неровная, она вибрирует, как будто искажаясь от человеческого крика и показывая вибрацию в воздухе. Контрастные и мрачные краски создают тягостное впечатление. Первым объединением художников-экспрессионистов была группа «Мост», основанная четырьмя художниками-архитекторами из Дрездена – Эрнстом Людвигом Кирхнером, Эрихом Хекелем, Карлом Шмидтом Роутфоллом и Фритцем Блейбелем. Эрнст Людвиг Кирхнер – один из самых ярких членов объединения, успел попробовать свои силы в самых разных техниках и жанрах. В своем творчестве немецкий художник часто обращался к жанру городского пейзажа, был непревзойденным мастером гротеска. Перед Первой мировой войной он пишет одну из своих знаменитых работ, отражающих сцены на городских улицах – улица в Берлине. Здесь появляется колючесть, зубчатость форм, вытянутость фигур, насыщенные контрастные цвета. Его работам характерно удивительное драматическое напряжение. Оскар Кокошко – известный художник-экспрессионист, мастер портретного жанра. Отличительная особенность картин Кокошки – это эмоции, выраженные через жесты рук, тело, расположенное в трехчетвертном повороте, яркие цвета и темный невыразительный фон. Именно портреты людей из его окружения показывают взгляд творца на мир, его видение общества, человечества, реальности. Работы Оскара Кокошки многогранны, необычны и немного безумны. Их можно рассматривать бесконечно, каждый раз открывая для себя новый смысл. Кэти Кольвиц – немецкая художница, экспрессионист. График и скульптор. В первом десятилетии XX века ею создана серия афортов «Крестьянская война», которая представляет собой развернутое повествование о восстании и его разгроме. Обратите внимание, в этих работах введен взгляд художника, который пытается показать трагические и жестокие обстоятельства, с которыми приходилось сталкиваться с простым рабочим людям во времена беззакония и эксплуатации. Ее работы характеризуются высоким мастерством выполнения, безуспречным владением всеми видами графической техники. Она намеренно избрала лаконичный и грубый художественный язык для того, чтобы говорить о проблемах современности. Эрнст Барлах – немецкий скульптор, сторонник экспрессионизма. Произведением Барлаха свойственно сочетание предельной компактности формы с резкими пластическими контрастами. Темами его скульптур являлись разнообразные виды несчастья – голод, нищета, смерть и траур. Среди скульптур, проникнутых глубоким сочувствием к человеческим страданиям, выделяется памятник павшим в соборе Магдебурга. Скульптура в форме деревянного алтаря с трехчастным и двухъярусным членением. Шесть фигур – раненый, ополченец, молодой солдат, погибший, мать, отец. Они представляют собой экспрессивную композицию, в которой три нижние полуфигуры как будто медленно погружаются в землю, а следом за ними погружаются и остальные, сгруппировавшиеся вокруг тяжелого креста с вырезанными на нем датами начала и окончания Первой мировой войны. Не менее ярко экспрессионизм раскрывался и в музыкальном искусстве. Произведение, написанное в этом стиле, отличается новым подходом к музыке. Отказ от классической гармонии, мелодии, что приводит к созданию искусственных звуковых систем. Основоположник экспрессионизма в музыке Арнольд Шонберг – это австрийский-американский композитор, основоположник новой венской школы. Его творчество отмечено той напряженностью переживаний и остротой реакции на окружающий мир, которые характеризовали многих современных художников, творивших в атмосфере встревоженности, предчувствия и свершения страшных социальных катаклизмов. Монодрама «Ожидание» представляет собой воплощение в музыке драмы-крика. Это монолог женщины, пришедшей в лес на свидание с возлюбленным, и после поисков блужданий, нашедшей его мертвым. Это драма человека с совершенно жуткой ситуацией. Название монодрамы стало нарицательным. Оно символично отразило духовную атмосферу своего времени, пронизанную напряженным ожиданием грядущей катастрофы. Среди других композиторов, чья музыка так или иначе примыкала к экспрессионистской тенденции, был и Белла Барток. Он является музыковедом-фольклористом, пианистом и талантливым венгерским композитором. Композитор хотел, чтобы его музыка несла в себе необычную, дикую красоту. Иллюстрацией тому может послужить вортепианная пьеса «Варварская аллегра». Произведение Белла Бартока присущи динамичность, импульсивность, раскованность и открытость чувств, острая экспрессивность. Проверим результаты заполнения нашей таблицы. Первая мировая война – это событие глобального значения, которое стало главным толчком к формированию многих течений в искусстве. Дадаизм. Само название «Дада» не имеет смысла. В разных языках у него различные значения. Дадаизм стал реакцией на войну, которая оказалась втянут весь мир. Главными причинами всех вооруженных конфликтов дадаисты считали рационализм и логику. Поэтому главная тема искусства – абсурд и бессмысленность окружающего мира. Основным творческим методом художников-дадаистов стал калаш. Холст или бумага служили фоном, на котором художник создавал калаш с помощью лоскутов тканей, бумажных обрезков и других материалов. Такие калаши не несли интеллектуального и эстетического смысла. Однако получившаяся в итоге вещь подталкивала мысль к работе, создавая странный, но интересный эффект. Французский и американский художник Марсель Дюшан – один из самых известных художников Дадаизм, создатель направления «Редимейт». Творческое наследие его относительно невелико. Одним из самых ярких произведений Дюшана стало велосипедное колесо. Обычное колесо, закрепленное на табуретке. Он хотел показать, что только факт присутствия на выставке и выбор художника делает предмет произведением искусства. Следующими «Редимейтами» Дюшана стали сушилка для бутылок и писсуар под названием «Фонтан». Художник больше ничего ни с чем не соединял, а просто помещал готовые предметы в галерею. Важнейшим свойством Дадаизма стала способность повергать зрителя в шок. Проверим результаты заполнения нашей таблицы. Одна за другой возникают, исчезают, сливаются, вытекают друг из друга художественные течения и группы. Одни оставили лишь небольшой отпечаток, а другие стали знамением эпохи. Таким стал сюрреализм, сумевший прожить целых полстолетия. Как художественное направление сюрреализм берет свое начало от Дадаизма. Сюрреализм – направление в искусстве, возникшее во Франции. Основная идея сюрреализма – выйти за рамки реальности и попытаться отразить человеческие сновидения, фантазии, мысли из потаенных уголков мозга, возникающие в состоянии измененного сознания. В своей книге «Сюрреализм в живописи» Андре Бреттон, основатель сюрреализма, выделил главные принципы сюрреализма – автоматизм, сновиденческие образы и использование обманок. Отличительной особенностью многих полотен стали реальные, подчас доходящие до натурализма изображения персонажей и их окружения, но в фантастических бредовых состояниях. Самым известным сюрреалистом стал испанский художник Сальвадор Далим. Он писал причудливые картины на разные темы, от религиозных и философских до научных. Картина «Постоянство памяти» – одно из наиболее узнаваемых работ испанского художника. На полотне четыре циферблата с разным временем плавится в пустыне. Размягченность висящих, истекающих часов – образ, выражающий уход от линейного понимания времени. Здесь присутствует и сам Дали в виде спящей головы. Художник этим полотном заставляет задуматься о значении времени в жизни каждого человека. Все картины Дали отличаются своей необычной притягательностью. Так и в картине «Галатея сфер» лицо своей жены он изображает из множества маленьких сфер-атомов, сливающихся в единый целый коридор. Вся композиция в целом завораживает, заколдовывает зрителя. Она создает впечатление движения кругов, словно «Галатея» крутится с помощью каждого отдельного живого атома. Сюрреализм вскоре стал масштабным направлением, охватившим практически все виды искусства, в том числе и дизайн. Основу составляет идея совмещения сна и реальности, обращения к глубинам подсознания. Первым сюрреалистом-дизайнером стал великий Сальвадор Дали. Главным его шедевром в этой области является одна из его шуточных работ «Комната Мэй Уэст». На картине вы видите лицо актрисы, которая является пространственной иллюзией, составленной из предметов интерьера. Шторы превращаются в роскошные волосы, глаза воплощены в картинах, нос – причудливый камин, на котором стоят часы, линия подбородка, округлые ступени. И, наконец, самый чувственный объект этой композиции – диван в виде губ. Под руководством самого Дали интерьер был сконструирован в объеме в 1974 году. Меховой чайный прибор «Мэрит Оппенгейм» – в этом предмете совмещается несовместимое. Утилитарный бытовой предмет в результате вмещательства художника утратил свою первоначальную функцию и сделался совершенно бесполезным. Меховой чайный прибор стал признанной классикой жанра и эталоном для многих поколений сюрреалист, работавших в жанре предмета. Сочетание несочетаемого – главная концепция современных дизайнеров. Сюрреализм раскрывается через ассоциацию. Светильник напоминает молекулу, стулья, птицу, изгиб листьев и даже опору линий электропередач. Продолжать список неординарных дизайнерских предметов интерьера можно бесконечно. Проверьте свои записи в таблице. Эмоциональное воздействие на зрителя – главная цель направлений экспрессионизма и сюрреализма. Второе. Главный признак экспрессионизма – пессимизм и негативный взгляд на мир. Тематика картин часто связана с тяжелой социальной или общечеловеческой проблематикой. Третье. Сюрреалисты воспринимали мир как комплекс парадоксов и социального безумия. Они объединили два независимых противоположных мира – фантазийный и насущный, создав новую художественную реальность. В качестве закрепления определите принадлежность живописного произведения к определенному художественному течению. Проверьте правильные ответы. Сегодня я предлагаю вам выполнить калаш в направлении сюрреализма. Для этого вам понадобятся страницы газет и журналов, лист бумаги формат А3, ножницы, клей-карандаш. Перед вами на экране приведены примеры калаша в направлении сюрреализм. Основываясь на полученное знание и свое воображение, вы можете выполнить творческое задание. Успехов в работе!